Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как головные боли. Есть много причин для того, чтобы у человека болела голова. И коротко давайте поосуждаем на эту тему. В любом случае, головная боль указывает на то, что надо разбираться в этих причинах. Как часто болит голова, по продолжительности какое время эти боли. Насколько боль сильна. И что снимает эту боль, из-за чего она проходит. И уже в молодом возрасте, в школьном периоде у многих людей появляются боли головные. И проблема заключается в том, что люди не обращаются вовремя к врачам. Не узнают о причинах своих страданий. И затем эти, может быть, редкие боли становятся более частыми или более сильными. И можно запустить этот процесс. И он похож на то, что в машине у человека что-то не работает, не функционирует. И он тянет по разным причинам. То ли нехватка денег, то ли просто думая о том, что это неважная составляющая для его автомобиля. И рано или поздно это может довести автомобиль до критического состояния. Точно так же и со здоровьем человека. Ибо головная боль может указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем у человека даже в юном подростковом возрасте. Я хотел бы перечислить, что причинами головных болей могут быть шейный остеохондроз или грыжи шейного отдела позвоночника. Очень частое явление. Это могут быть стрессы, страхи, беспокойства в хронической форме. Это могут быть травмы головы, которые не придали значения в виде сотрясений головного мозга, солнечных ударов, тепловых ударов и прочее. Дальше. Высокое внутричерепное давление. Это могут быть сосудистые изменения от раскророст сосудов головного мозга. Это могут быть инфекционные поражения головного мозга, воспалительные процессы часто после гриппозного или простудного заболевания. Это могут быть опухоли головного мозга, как доброкачественные, так и недоброкачественные. Это могут быть мигрень. Это может быть состояние сегодняшнего, допустим, состояния гриппа, простуды. Это может быть гайморит или фронтит, синусит в обостренной форме. Это могут быть отравления. Это может быть киста зубов, а также разного рода глазные заболевания. Как видите, причин для головной боли очень много. И надо их разделить на две группы. Первая – это духовные причины. И вторая группа – это физические причины. И прикладывать усилия для выхода из этого нездорового состояния, состояния здоровья, тоже необходимо делать. Как духовные, так и физические. Духовные – это молитва, это покаяние, это посты. А физические причины – это изменение своего питания. Питья – это в большей степени фитнес. Это голодание периодами. Один день в неделю, три-пять дней в месяц. Это своевременный достаточный отдых, сон. Это упражнения из йоги и перевернутые позы. Такие, как стойка на лопатках или стойка на голове. И все это только часть из того, что необходимо делать человеку. А прежде всего, ему надо узнавать самого себя. Узнавать свой организм. Узнавать свой духовный мир. И изменять его в лучшее состояние. Поразмышляйте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.